Давайте настроим дополнительные параметры образца слайдов, настроив его макеты. Вы увидите, что PowerPoint предоставляет множество макетов по умолчанию, вероятно, даже больше, чем вам понадобится. Чтобы удалить ненужный макет, выберите его и нажмите кнопку «Удалить». Это упростит работу с нужными макетами и позволит уменьшить размер файла. Обратите внимание, что если макет применен к каким-либо слайдам, например, к макету «Титульный слайд» или макету «Заголовок и объект», его невозможно удалить. Если вам понадобится один из удаленных макетов, выберите команду «Вставить образец слайдов», чтобы получить новый пустой образец. После этого можно скопировать один из исходных макетов и вставить его в настроенный образец, чтобы применить к нему все атрибуты образца. Итак, вот макеты, которые я хочу сохранить. В первую очередь мы настроим два макета. Макеты титульного слайда и заголовка раздела. Давайте переместим макет заголовок раздела в группу с макетом титульного слайда. Я собираюсь применить к ним немного другой фон. Поэтому я выбираю макеты и выбираю пункт «Стили фона», а затем «Формат фона». На панели «Формат фона» уже выбран параметр заливки, рисунок или текстура. И я нажимаю кнопку «Файл», чтобы выбрать рисунок. Этот рисунок чуточку ярче, чем фон образца слайда. Так что теперь макеты титульного слайда и заголовка раздела уникальны. Давайте изменим цвет шрифта заголовка в макете титульного слайда. Выбрав «Заполнители», щелкнем вкладку «Главное» и изменим цвет шрифта на темно-зеленый. Кроме того, увеличим размер шрифта под заголовка до 32. В макете «Заголовка» раздела оставим цвет шрифта заголовка прежним. Но шрифт под заголовка изменим в соответствии с основным текстом и другими подзаголовками, сделав его темно-зеленым. Кроме того, увеличим размер шрифта до 28. Давайте перейдем в режим «Обычный» и посмотрим на эти изменения. Они были применены к соответствующим макетам. Вот титульный слайд с новым более ярким фоном, измененным цветом заголовка и увеличенным под заголовком. А вот слайд-заголовка раздела с обновленным фоном и измененным шрифтом под заголовка. Учтите, что если вы уже внесли изменения в дизайн слайда в режиме «Обычный», а затем изменили макет образца, примененного к нему, вам нужно будет повторно применить макет в режиме «Обычный», чтобы внести последние изменения. Вернемся к режиму «Образец слайдов». Для этого можно воспользоваться удобным сочетанием клавиш. Нажимая кнопку «Обычный» удерживайте клавишу «Ши». Теперь давайте создадим оригинальный макет. Кладка «Образец слайдов» содержит параметр для добавления пустого макета. Можно было бы начать с него. Но мне нужен макет, очень похожий на этот макет – рисунок с подписью. Так что я лучше начну с него. Выбрав этот макет, нажмем клавиши «Контрол» плюс «Ди», чтобы создать его копию. А затем сделаем из нее макет для отзывов клиентов. Для начала удалим этот заполнитель рисунка. Для этого выберем его и нажмем клавишу «Делит». Затем выберем команду «Вставить заполнитель». В этом заполнителе будет содержаться видео, поэтому выберем в качестве типа заполнителя «Мультимедиа» и нарисуем заполнитель. Похоже, его форматирование предусматривает маркированный список, который нам не нужен. Поэтому откроем вкладку «Главное», щелкнем пункт «Маркеры» и выберем пункт «Нет». Кроме того, я хочу создать специальный заголовок над заполнителем с видео, поэтому давайте щелкнем вкладку «Вставка», выберем элемент «Надпись» и нарисуем текстовое поле. Нам нужна надпись «Отзывы», и ее не помешает сделать немного больше. Чтобы заполнить поле цветом, щелкнем надпись правой кнопкой мыши, выберем пункт «Формат фигуры», «Сплошная заливка» и выберем темно-зеленый цвет. Я перетащу ползунок «Прозрачность», чтобы сделать цвет немного светлее. Черный текст в поле плохо читается. На панели «Формат фигуры» щелкнем пункт «Параметры текста» и изменим цвет текста на белый. Так лучше. Чтобы завершить создание макета, щелкнем его правой кнопкой мыши, выберем команду «Переименовать макет», назовем его «Отзывы», а затем нажмем кнопку «Переименовать». Давайте применим макет в режиме «Обычный». Добавим новый слайд в заголовке раздела «Отзывы». Для этого нажмем кнопку «Создать слайд» и выберем макет «Отзывы». У нового слайда будет новый макет. Осталось только добавить видео и текст. Далее — создание нового образца слайдов и макетов. Далее — создание нового образца слайдов и макетов. Далее — создание нового образца слайдов и макетов. Продолжение следует...